В конце сентября-начале октября мы переживаем коридор затмений. Он завершится кольцевым солнечным затмением 2 октября, которое совпадает с новолунием. Люди нередко связывают лунные и солнечные затмения с происходящими в их жизни переменами. Ждут ли перемены вас? Смотрите в нашем традиционном правозащитном гороскопе с Киром Зорко. Овнов могли потрясти мощные космические силы из-за недавних затмений. Затмения часто заставляют совершать радикальные изменения, освобождая от устаревших и неэффективных ситуаций. Если текущая работа или другая ситуация исчерпали себя, затмение может вытолкнуть вас из них, но в итоге это окажется в вашу пользу, добавляя мудрости и понимания. Тельцам планеты обещают устойчивость в отношениях, потому что в конце сентября Венера вошла в знак Скорпиона. В течение октября серьезные любовные и деловые отношения тельцов будут развиваться гладко. Любовь будет радостной и тесной, а деловые партнерства – легче управляемыми. Щедрость принесет вам особенную пользу в октябре. Близнецы в начале октября получат хорошие бонусы от затмения и солнечного новолуния в весах. Такие затмения обычно открывают новые возможности, а переживаются менее эмоционально по сравнению с полнолуниями. Это затмение принесет свежий ветер в любовную жизнь близнецов и поможет принять судьбоносные решения. Раки известны тонким и чувствительным стилем ведения переговоров. Раки также прекрасные слушатели, и все эти качества ставят вас в выгодное положение при обсуждении условий с клиентами. Процесс может занять некоторое время, и Сатурн потребует от вас терпения. Однако, если вы проявите его, вы сможете достичь взаимовыгодного решения, удовлетворяющего обе стороны. Львам в этот период важно сосредоточиться на своем психологическом здоровье и благополучии. Рассмотрите возможность поездки на ретрит или в уединенное место, где вы сможете уделить время саморефлексии и отдыху. Такие путешествия не только помогут восстановить силы, но и предоставят возможность вернуться с новыми идеями и свежей энергией. Для Дэв в октябре союзником станет осенний воздух. Он поможет взглянуть на жизнь под новым углом и подготовиться к будущим испытаниям с ясной головой и обновленным настроением. Во второй половине месяца постарайтесь уделить больше внимания своим близким, наполняя дом теплом и взаимопониманием. Знак Зодиака Весы порадуется благоприятному и мягкому новолунию, которая пройдет 2 октября. Это новолуния, которая известна своей способностью освежать и приносить новые возможности в аспекты жизни, на которые оно влияет. Используйте эти возможности для своих целей. Скорпионов в октябре ждут путешествия и возможности для обучения, будь то университет или короткие курсы для обновления знаний по специальности. Рассмотрите возможность делиться своими знаниями через публикации, подкасты, электронные книги или разработку приложений. Запуск кампаний в социальных сетях или рекламных акций также может стать успешным шагом для вас в октябре. Для стрельцов первая половина октября будет очень благоприятной. Ожидается период активного воплощения планов, особенно в делах, связанных с общением и перемещениями. В конце октября на первый план выйдут эмоции, которые долгое время оставались в тени. Могут обостриться внутренние конфликты. При необходимости обратитесь к помогающему специалисту. Козероги усердно трудились последние три месяца и, возможно, не находили времени для путешествий. Рассмотрите возможность международной поездки или участия в семинарах и конференциях, так как это может стать отличным способом для развития и новых впечатлений. Октябрь — это время для новых исследований и знакомств с другими культурами. У водолеев в октябре девятый дом активизируется, обещая похвалу и возможное продвижение по службе. Ваше интеллектуальное любопытство возрастает, и вы можете быть заинтересованы в курсах для освоения новых технологий или улучшения профессиональных навыков. У рыб на предстоящем затмении планета Венера будет играть ключевую роль. Она создаст гармоничное сочетание с Сатурном, а это укрепит финансовое положение рыб. Венера в октябре также образует благоприятный аспект с Марсом, снимая финансовые беспокойства и позволяя двигаться вперед к своим желаниям. Вы сможете позволить себе посетить дорогостоящие мероприятия или инвестировать в нужды ребенка. С вами был Кир Зорко, до встречи в следующем месяце. Если вам понравился правозащитный гороскоп, дайте знать своими лайками и комментариями.